Долгое ожидание бригады скорой помощи вопрос злободневный не только для города, но и для всей страны. Из-за пандемии нагрузка на медиков возросла в разы. За сутки скорая помощь Центр охраны здоровья Шахтёров принимает до 40 вызовов. Станция скорой медицинской помощи до 60. Как правило, вызовы эти отрабатывает меньшее число бригад и автомобилей. Одна-две бригады ежедневно занимаются транспортировкой пациентов с диагнозом коронавирус в лечебные учреждения Кемерово и Новокузнецка. А это 4 часа и более. Нагрузка возросла за счет увеличения количества вызовов, но не в значительной мере. А основная нагрузка за счет того, что идет межгоспитальная транспортировка с первой городской больницы в ковидные госпиталя, так скажем. Это город Кемерово, город Новокузнецк, город Белово, которые отнимают очень много времени, плюс еще после вызова обработка машины санитарной и так далее. Поэтому, если машина за это время могла сделать 5 вызовов на территории города, она вынуждена просто выпадать из-за боем. Последнее время, отмечают медики, люди стали более мнительны. Если раньше небольшое повышение температуры большинство не пугало, то теперь даже субфибриальной температуры 37,37,5 повод вызвать скорую помощь. Все пытаются при малейшем, так скажем, каких-то клинических проявлениях вызвать скорую. Хочется отметить, конечно, этого не нужно делать. Например, температура 35, жалобы, и мне плохо, заболел первый день. То есть здесь, естественно, приходится эти вызовы обслуживать, хотя другие люди, которым на самом деле нужна сейчас экстренная помощь, приходится ждать. Хотя вот с этой температурой 37,5 можно обратиться в поликлинику, или в крайнем случае, если там какие-то были эпид-показания, контакты, можно вызвать к себе участкового на дом и назначить адекватное лечение и начать уже лечиться. А в некоторых случаях фельдшер скорой помощи может дать рекомендации и по телефону. Рекомендации мы по таким случаям всегда проводим. Единственное, тоже хотелось бы понимание от населения, потому что некоторые люди не понимают. Ну, фельдшер по приему вызовов может порекомендовать принять какие-то препараты. Если там температура снизится, может перезвонить через полчаса и сказать, что все, мне скорая не нужна, завтра я пойду в поликлинику, мне стало лучше. Ну, некоторые как бы реагируют на это негативно и настаивают, приезжайте, увозите меня. И еще хочется сказать, что человек находится на больничном листе в поликлинике, принимает лечение уже назначенное. Потом он делает снимки самостоятельно в больнице. И потом звонит на скорую и говорит, приезжайте, все, у меня пневмония, везите в стационар. Но мы, показания для госпитализации, естественно, у нас есть. Но наличие самой пневмонии, оно не подразумевает госпитализацию. Потому что есть разная степень тяжести. Тогда уже скорая помощь определяет, надо его госпитализировать или нет. Но если участковый врач считает, что данная пневмония может лечиться амбулаторно, то, конечно, логично продолжать лечение, назначенное врачом, и находиться дома. А если на самом деле состояние тяжелое, то есть не только температура, но и отдышка, например, у человека возникает, тогда, да, это уже служит показанием. Ну и тогда скорая в любом случае приезжает на вызов и везет в стационар. То есть нужны определенные показания, не только желание человека, чтобы его увезли, но и наличие медицинских показаний. В период пандемии работа у медиков заметно прибавилась. Число больных пока не идет на спад. А значит, населению необходимо проявить понимание и участие к нелегкому труду врачей.